А вот давайте о вас еще поспрашивать. Я понимаю, что это вопросы политические. Пока законом не стало, вам, в общем-то, и, может, и без разницы. Но все-таки, вот когда республиканцы, полгода назад, получили большинство в обеих палатах, казалось, что они сейчас как вскочат на эту иммиграционную реформу наконец-то. Причем у них, вроде, даже свой проект был. Не то, чтобы им надо было чужое ломать. У них свой проект был. У них уже сколько-то этих инициатив. И вдруг какая-то мертвая тишина. То есть, на самом деле, пофигу. И что произошло вообще? Почему ничего не происходит? Почему не увеличивать квоту на рабочие визы? Почему... Ну, ничего не произошло. Ни с лотереей Гринкартни. Ну, ни с чем. То есть, я понимаю, что дипократы хотят в комплексе сразу все сделать. Но, имея большинство в двух палатах, почему бы им там по кусочкам-то не проводить. Республиканский подход. Смотрите, вы правы. С одной стороны, демократы и вправду через политический процесс заинтересованы продвинуть какие-то определенные вещи и хотят побольше сразу. Но реальная причина в том, что Конгресс, то есть обе палаты, Сенат и Хаусов Репрезентатив, палаты представителей, у них очень много вопросов, которые у них на адженде. Кроме иммиграции. Да. И обычно, очень часто, иммиграционные вопросы откладываются на конец листа, на последнее место. И так получается, что до них просто не добираются реально до этих вопросов. Если добираются, то они получают определенное количество голосов, и эти все вопросы все время становятся на задний план. Вот это основная причина. Я сама какое-то время активно участвовала в лоббировании, тоже ездила, встречалась в Вашингтоне с представителями, потому что мне было это интересно. Просили там в нашей ассоциации иммиграционных адвокатов. То есть я сама увидела, как реально это все работает. Вот. Но это именно так. Очень медленно. Происходят изменения, происходят улучшения. Например, некоторые категории воссоединения семьи продвинулись по очереди вперед, потому что Конгресс наконец что-то продвинул. Есть вопросы, которые на конституционном уровне имеют приоритет. Даже в иммиграционной сфере есть вопросы, которые считаются более важными. Например, Обама выпустил новые законы, которые помогают иммигрантам. В основном это помогает иммигрантам из Латинской Америки и Южной Америки. Но некоторые моменты отражаются и на, например, на наше, как говорится, русскоговорящее население. Есть вещи, которые стали полезными. Например, люди, у которых дело в иммиграционном суде, сейчас из-за проблемы с бюджетом Обама разрешил просто закрыть эти дела. То есть, если раньше человек попал в иммиграционный суд по некоторым причинам, и он должен уже дело довести до конца. В смысле, до депортации? Да. То есть, например, если дело депортационное открыли, то все, нужно его было довести до конца, нужно выиграть. А если проиграл, нужно подавать на апелляцию, все это время и деньги, то сейчас по некоторым категориям можно просто попросить, чтобы прокурор иммиграционный закрыл это дело, потому что Обама так решил в конце прошлого года, что есть дела, которые для него не считаются приоритетом. И просто человека отпускают на волю. То есть, вообще ничего делать с этим. А какой же у него статус в задачке? У него статус, смотря в каком статусе он был до этого. Смотрите, есть люди, которые имели гринкард, но по какой-то причине их хотели депортировать. То есть, они возвращаются на свой статус. Те люди, которые просрочили свой статус, поэтому они попали в депортационный процесс, их просто отпускают, и они просто имеют право работать и право здесь жить. И они могут, например, жениться и таким образом получить документы через брак. Они могут просто жить спокойно и не ходить в иммиграционный суд и не доказывать свое дело по, скажем, бежеству, если они попали именно поэтому туда. То есть, я говорю к тому, что иммиграционные законы новые, да, выпускаются, и некоторые полезные законы выпускаются. Просто все очень медленно движется. Сейчас были вопросы со сексуальными меньшинствами. Они же тоже продвинулись вперед. То есть, сейчас решены однополые. Правильно, но даже до этого уже, до решения суда, уже разрешили воссоединение семи по однополым, в однополых брак. Даже до того, что суд решил верховный, что во всех штатах браки разрешены. То есть, есть законы, которые, да, выпускаются. Это просто очень медленно происходит. Ну, хорошо. Просто оказалось, что вот уже, вроде уже все кричали, все шумели. Это был один из ведущих пунктов в предвыборной программе. Правда же? Ну, в предвыборной программе всегда гораздо больше пунктов, чем можно реально осуществить. Кроме того, я, например, честно говоря, не вижу, а что же они там делают. Вот они собрались полгода назад, и я не заметил, чтобы что-то произошло. То есть, вы говорите, у них какие-то более срочные дела. Я думаю, а какие? То есть... Ну, вопросы государственной безопасности, вопросы, связанные с загрязнением, скажем, там, воздуха, с водой и так далее. Но в основном это вопросы безопасности, вопросы экономики, вопросы политики, того, что происходит в других странах, и иммиграционные вопросы на последнем месяце. Вот спрашивают часто, выдача виз посольствами и консулатами каким-то образом коррелируется с уровнем, скажем, дипломатических или политических отношений, напряженности в этих отношениях и так далее. Например, нам все время говорят, что получить визу из Украины в США очень сложно. А вот, допустим, из России очень легко. Я понимаю, что это может быть завязано на процент людей, которые не возвращаются потом, наверное, да? То есть это... На самом деле сейчас мисконцепция. Люди думают, что с Украиной сложно получить визу из-за событий в Украине, а очень многим людям удается ее получить. Даже я бы сказала больше, чем до того, как произошли события в Украине. Поэтому сейчас похоже, что улучшилась ситуация с получением гостевых и туристических виз, и стали довольно более охотно выдавать. Я думаю, что, может быть, выдавая визу на 10 лет, они снижают процент людей, которые не возвращаются, потому что 10 лет ты можешь туда-сюда ездить, то есть не обязательно уже так цепляться, можно потом подъехать. Во-первых. Во-вторых, люди стали чаще ездить по Европе, и не все уезжают в Америку, и некоторые люди стали возвращаться из Америки в Киев, например, и открывать бизнесы там. Поэтому конкретно Киев не похоже, чтобы стала ситуация хуже с визами. Угу. То есть от города зависит? Зависит. Ну как, в Киеве люди получают визу в Америку. Да. Те, кто не могут получить на Украине, мы также видим, что люди могут получить визу в других странах, в соседних, потому что это не обязательно получать в своей стране, главное обратиться в американское посольство, можно получить визу в любой стране Европы. Скажем, я могу поехать в Амстердам и там попросить визу в Америку. Да. У меня сейчас есть клиентка, она поехала в Германию. Погостить, что ли? Дочь, например, работает в Германии, она приехала с украинским паспортом, погостить у дочери в Германии. Дочь уже несколько раз была в Америке, безвизовый въезд с Германией. Но даже для тех, у кого безвизовый въезд, вот на три месяца разрешения из Европы, да, приехать в Америку, человек все равно может получить гостевую визу, если он хочет быть больше, чем три месяца в Америке. Да. Ну вот, мама и дочка идут и получают в Америку без проблем гостевую визу. Мать, гражданка Украины в Германии, получает визу в Америку. Ну, это не то же самое, что она приехала в Германию на шоппинг и, между делом, пошла в посольство и получила визу там. Ну, какая разница особо? То есть, многие люди, кто не могли получить в Украине визу в Америку, они едут в Польшу, в Россию, даже в ту же Россию. То есть, им не откажут в рассмотрении? Ну, у них больше шансов. Непонятно, почему. Нет, посольство США в Польше, например, не откажет им в рассмотрении на том основании, что они не живут и как-то не завязаны на Польшу. Но не отказывают пока что, пока что мы видим, что это работает. Поэтому мы сами советуем людям, у кого не получилось получить визу в своей стране, почему вам не попробовать в соседней стране. Я знаю, а как вот если в Москву, например, поехать за визой? Там как будет? Ну, человек не едет сразу за визой. Он подает все документы в электронном виде и сам себе назначает время. В Москве. В собеседовании. Да. Он приехал там, я не знаю, из Херсона в Москву и с ним будут разговаривать. То, что он обращается, он приходит на территорию Америки. То есть человек заходит на интернете, на сайт американского посольства и обращается за визой. Это уже считается территорией не той страны, куда он приехал, а территорией Америки. Я просто как-то считал, может, раньше так и было, что с ним бы не стали разговаривать. То есть ему бы сказали, у вас нет достаточно оснований, чтобы обращаться за визой в американское посольство этой страны, когда у вас есть своя страна или есть страна, в которой вы, пусть она не гражданинная, но вы там живете, например, долго. А если вы здесь три дня проездом, так чего же? Ну, пока что ни у кого проблем не было и этот вопрос не поднимался. Интересно, да. То есть люди обращаются и получают визу. То есть это вопрос финансов и возможности поехать времени и денег человека, который должен поехать в соседнюю страну за визой. То есть на самом деле, если мы можем на веб-сайте, еще до того, как вы билет купили, назначить дату, да? Потом уже купить билет. Да. Это вообще очень удобно. То есть ты фактически не рискуешь никак тем, что поцеловал, извините, дверь вместо консула, значит, ты поехал обратно. Вы имеете в виду не покупать билет заранее в Америку? Нет, нет, в ту страну, где вы визу получили. А, естественно, человек назначает, он заполняет специальный бланк, и он сам себе выбирает время встречи. Когда ему это время назначают, он сам себе выбирает, распечатывает бумагу, там написано, какие требования, что с собой принести, какие документы, куда отпрыти. Только тогда он покупает билет. Америку. 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 Америку.